Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. У Гомельской области отрымалось выконать основные показчики программы демографичной безопасности. Ход реализации документа обмерковали подчас воезнования постоянной комиссии по социальных питаниях областного совета депутатов, которое отбылось сегодня в Жлобинском районе. С подробностями Максим Савин. Программу демографичной безопасности депутаты облсовета затвердили в 2011 году. Царод основных мед, стимулирование народжальности, социально-экономичная поддержка семья с детьми, снижение смиротности, умоцевание здоровья насельництва, як выник повеличения протяглости життя. Поляпшение якости життя тяжких хворых и инвалидов – так сама одна задача. Як працуют у гэтым напрямку в Жлобинском районе, удельники посаджения доведалися подчас наведывания территориального центра социального обслуговования насельництва. В отделе неденного знаходжения для инвалидов на обслугововании 27 человек. Программа адаптации и реабилитации шматнакераванная. Разом с опытными педагогами яны займаются спортом, творчестью освоивать компьютер, наведывать массовые мероприемства и працуют. Одной из форм работы отделения дневного пребывания для инвалидов является защищенная трудовая занятость. Сначала это были проекты оплачиваемых общественных работ. Было реализовано пять подобных проектов, в рамках которых было труднодостроено. 13 человек. Позже мы стали реализовывать проекты по адаптации инвалидов в трудовой деятельности. За этот период было также реализовано пять проектов и трудоустроено в рамках этих проектов также 13 человек. Становчаго приросту колькости насельництва поколь досягнуть не отрымливается. Подаденных на першая кастрычника у Гомельской области стало на 549 человек меньше, по равнанию с початком 2015 года. При этом у демографичной ситуации назирается становчая тенденция. Экономичные и социальные мероприемства, предугледженные программой, дозволили досягнуть запланованного. Растут нараджальность, протяглась життя, дарыча пошни покажших 72 с половой годы. Зменшается сморотность у темлику и сарот особ процоздольного взрослого. Настероживая одно – высокий процент гибели людей от внешних факторов. Если посмотреть на летательные исходы, то есть на смерти, которые происходят, то на первом месте у нас остается 32% заболевания системы кровообращения. На втором месте, как ни странно, это внешние причины. Это суициды, это травмы. И только на третьем месте – онкологические заболевания. Поэтому вот здесь есть над чем работать. То, что значительно можно повлиять – это вот эти суицидальные проблемы, которые есть, травмы на производстве. Программа демографичной безопасности Гомельской области различена до конца 2015 года. Потом я ей сменить наступное. Этот документ вызначить на прамке работы по поляпшении демографичной ситуации у регионе до 2020 года. Уже вядома, что и она будет отразниваться от попередней. Новая программа, она будет разработана. Да, она в несколько ином будет уже аспекте. Более комплексно. Никак бы не выделяться. Но она будет на 16-20 годы, она уже Минздрав разрабатывается. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио компания Гомель. Семейная сгуртованность, творчая здольность и оригинальное выступление. Миновит агеты и критерии стали основными при вызначении лепшей молодой семьи Гомельской области. Финал конкурса сегодня пройшел у Светлогорску. Олег Сентярос устрелся с ягоудельниками. У Вогли, зараз на Гомельске, проводится некольких конкурсов для молодых семей, але бы дай самые знакомитые язык уладарь села и непосредственно лепшая молодая семья Гомельской области. Причем, коли перший язык мает такую практичную накерованность, там необходно продемонстровать своей здольности и выконовать основные вязковые работы, то гэта конкурс чисто творчий. Как трапить на заключенный этап областного конкурса, претендентам необходно было пермахчать у своих регионах, а потом выиграть еще и виртуальное споборницам, дославшие у архкомитет, видая ролик, презентацию семьи. Дойти до финала сдолили 9 семью. Не то, якобы иншие были горшими, але на гэтый раз им просто не пошанцевало. Конкурсы несколько этапов проходят. Первый – это районный этап, районные конкурсы, где участвует много семей. Там очень свежая конкуренция. Вот, для примера, даже в Сетлогорске в районном этапе участвовало 5 семей. И так практически везде, во всех районах. Очень серьезная подготовка. Самая звучайная, середнестатистичная семья, якая проживая у самым звучайном доме, самым звучайным еврорамонтом. Об себе у денег конкурсу рассказывают с гумором. При этом усе подкресливают, верьме хочется пермахчать. Семья гуменчан Ербаченко – это батька Сергей, женка Дина, 2-годовый Улад и 6-годовая Кира, якая в будущем может стать ведомой моделью и прославить свою родимую. Кажут, что верьме рыхтовалися и репетировали литерально до последнего момента. Тебе тяжело? Нет, мне никогда не тяжело. Она любит у нас выступать, постоянно выступает в каких-то конкурсах, поэтому ей за радость. А с семьей выступать еще вдвойне какое-то удовольствие. Я обожаю выступать. Кемлевость и творческие сдольности, оригинальность выступлений и мастерское оформление сцены. Лепшую молодую семью Гуменской области вызначали одразу по некольких критериях. Первое место и гоноровое звание сегодня отримала семья Целеман советского района Гумеля. Правда, некой разгубленности у остальных не назиралась. О речи, каждую из этих семей можно назвать лепшей, бояны разом. И, как призналась Людмила Рубисова-Рогачева, якая приехала подриваться дачку, зятя и трехгодового унука, выступлением она засталась задовольна. Хоть в Знагород и не отримали, але семейную сгуртованность продемонстрировали. Дочь у нас занимает такую активную жизненную позицию. Но я хочу сказать, что благодаря ее мужу, его поддержке, потому что ребенок маленький, часто нужно будет смотреть его. И вместе с тем, они вместе, вот как молодая семья, крепкая, что нас очень радует, дружная, чтобы так всегда и были. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с Светлогорска. Чарговая телефонная размова с жихарами регионов, похваливших их пытаниях, отбудется завтра. Проставники улады проведут промые линии. С 9 до 12 и 1 с вороты грамадян будет принимать старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Номер телефона у Гомеля 75 12 37. Параллельно промую линию проведен намесник старшиня Гомельского городского выканавчего комитета Сергей Яугенович Андреев. Звонков от жихарова областного центра чекают по номеру 75 63 33. Як и завсёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы канкамах. Повышать темпы росту туристичных послуг. Такая задача зараз стоит не только перед в областью, а и перед краиной у целым. Одно из питаний сегодняшнего посаджения гомельского гарвы канкама было присвечено минавито гэта и теме. Не просто экономичная ситуация сё лето значно ускладнила досягнение необходных у гэтым на керунку пакашчиках. Зараз Гомель займае другую паслягродную позицию по экспорте туристичных послуг. За пожние годы повеличилася не только колькасть замежных гостей, а лей протяглость их знаходження у городе над Сожем. Гэтам усприяе и зявление новых туристичных напрямков. Сюрод самых перспективных, медицинский и религийный. Развитие потребует и промысловый туризм. Наладить ягода поможет приклад европейских краин. У многих из них буйные предприемства организуют показальные пляцовки для туристов. А еще необходимое взаимодействие приватных и державных организаций показания послуг у гэтой сферы. Разом я не смогусь распроцовывать эксклюзивный комплекс пропану с уликами индивидуальных пожаданий замежных гостей. Але главное не только створить приватный туристичный продукт. Продать его не меньше важно. Тому, кажут специалисты, больше креативной, доступной и рознобаковой повинна быть реклама и больше дифференцированная ценовая политика. Одному туристу интересно и заселение, и услуги медицинские, и услуги, допустим, спорта, те же тренажерные залы, салоны красоты и так далее. А есть туристы, которые могут сегодня воспользоваться только, допустим, условиями проживания. Сегодня в Гомеле пройшла международная новоково-практичная конференция, присвеченная новым технологиям у медицине. Мероприемства промерковали до черговой годовины с основания областной клинической больницы. Среди дельников конференции медицинские работники и навуковцы из Беларуси, Италии и Украины. Обращаю непосредственно выступления у программе конференции мастер-классы и промо-трансляции из операцийных. Зараз Гомельская областная клиническая больница з'является буйнейшим ургионе лечебным центром, и ки оказывая як плановую, так и экстренную допамогу. Што год тут проходят лечения, каля 35 тысяч человек и проводятся больше, як 17 тысяч операций. Больница потребляет постоянные контакты по найбольшей актуальных пытаниях аховы здоровья со специалистами Германии, Японии, излученных штатов Америки, Швейцарии, Италии, Великобритании. У гэтым годзе тут открыли новое отделение хирургии позвоночника, аналога у якому у регионов Беларуси Пакульняма. Вогули новые технологии, які укораняются у Гомеле, дозволяють оказывать послуги на высокем узроуне, што уже оценили у тымлику и жахары краин близкого замежа. Жители Российской Федерации, Украина, Украина, это вот основные наши поставщики экспорта услуг, приезжают для прохождения диагностических процедур, для получения стационарной медицинской помощи, но чаще все это связано с высокими технологиями. Это допротезирование, это производство магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии. У Гомельским Державным Профессийно-технічным колледжи бытового обслугования отбулося шоу-дефиле «Зазеркалля». Будучая мастаки-модельер из лику навученца установы проставили на суджуры и сокурсников свои коллективные творчые коллекции. Наши корреспонденты уразилися глубиней продемонстрованных стильных и креативных мастацких в образау. Перед подшатком шоу-дефиле «Зазеркалля» у Гомельским Державным Профессийно-технічным колледжи бытового обслугования пануя хвалюючая атмосфера опошних приготовлений. Сдаются, все модели и без того готовы до показу на подъуме. Однако застаётся самое непростое и головное. Настроиться морально, как угодно представить коллекцию на публице. Краина, отсюда и казак, свет мёртвых, космос. Уся год шатыры темы номинации, а у каждой из них свои уникальные и неполторные фантастичные образы, подрихтованные будущими мастаками-модельерами злику навученцев установы. Каждая номинация имеет свои фантастические образы. Они, в общем-то, разрабатывались как единый ансамбль, костюм, прическа, макияж либо грим. То есть цель – это создание единого цельного образа, который реально не существует в природе. Это образ и реального мира, то есть воображаемого. Устворенник коллекции для шоу дефиле зазеркалья приняли удел мастаки-модельеры першого и другого курса навучания колледжа бытового обслуговования. А так само кураторы и выкладчики, які працуют с гэтыми группами. Смелые и неординарные фантастичные образы, представленные на суд публики, вобрали у себя лепшие коллективные творшие идеи и адлюстровали авторское мастацкое бачене кожного особного створальника коллекции. Наша группа представляет такой образ, как космос. Наш костюм в основном создан из таких элементов, как корона. Более бытовые украшения, которые сделаны из горячего клея, темы были даны, самую часть уже должен придумать образ, макияж подобрать, создать полностью видимость и показать, что это на самом деле космос. Гэтые креативные, эксцентричные и зашаровальные пригожостью образы были створены из самых разных подручных материалов. Тканина, стразы, блестки, обгорточная упаковка, кавалочки, люстерка, фольга, кардон и многое иншее. У представленных моделях уличывалось все, гармоничное сполучение костюма, прически и макияжу. Без уваги не засталася ни одна, но вот самая дробная деталь. Далеко неопошнее место подрыхтовцы коллекции было отведено выбору ее отповедного музычного супроводжения на подъеме. Подобные шоу-дефиле творшие конкурсы и мероприемства в Гомельском державном профессийно-техническом колледже бытового обслугования проходят с полной периодичностью. И они сприяют повышению профессийного мастерства наученцев и обмену досвидом помеж сокурсниками. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель. На этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Доброго вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова